Доброго времени суток. Начну издалека. С древних времен сооружение принято сравнивать по высоте. В свое время на Руси примерно каждые 30 лет сменялись лидеры. Это были Успенский собор Московского Кремля, Колокольня Ивана Великого, Церковь Вознесения в Коломенском, Храм Василия Блаженного, Петропавловский собор, затем в советские времена Сталинские высотки, ну а потом ясное дело Остангинская телебашня. Сегодня мы с вами отправляемся к пятому по высоте на сегодняшний момент строению в России. Это скромная радиомачта в Балашихе. Ее высота 442 метра. Если смотреть только на мачты, то она уступает лишь двум мачтам навигационной системы Чайка в Красноярском крае и в Республике Коми по 462 метра каждая. Чтобы осознать насколько это дофига, сравним с капитальными строениями. Остангинская телебашня 540 метров 10 сантиметров. Когда-то я к ней тоже летал, есть второе видео. Дальше идет Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Опять же 462 метра. На момент создания ролика является самым высоким небоскребом в России, да и в Европе. Ну вот и все. Дальше у нас по высоте идет вот эта трехгранная мачта в Балашихе. Сейчас будем разбираться откуда она взялась. Ну в общем-то все просто. Досталась она нам от военных, коих здесь в Балашихе не пересчитать. Территория, на которой находилась мачта, раньше относилась к радиоцентру с загадочным номером 13. Почему загадочным? Да потому что военное. Сооружение вполне современное. Его смастерили еще в 2004 году трехсотметровым. Ну а еще через десять лет надстроили до выше озвученных 442 метров. Ну а чтоб вся эта красота пребывала в вертикальном положении, предусмотрено 12 оттяжек. Если кому интересно, все это добро до надстройки весило 421 тонну. Ну а сейчас и подумать страшно сколько. Хотя задачка по математике изначальной школы. В настоящее время отсюда вещает половина радиостанций УКВ диапазона Москвы. Вообще радиомачты это одни из самых высоких строений на нашей планете и рекорд принадлежит ныне не существующей варшавской мачте. Она была выше этой мачты на 204 метра. Не затрудняйтесь. 646 метров в высоту. Она была оснащена лифтом, который довозил до верха примерно за полчаса. Та вышка была построена в 1974 году и просуществовала до 8 августа 1991 года. Как она погибла? Ну в общем одна из 15 оттяжек чем-то не угодила полякам и они решили ее заменить. Нарушился баланс и хрень длиной 646 метров начала складываться пополам. Все что было рухнуло на землю, при этом никого не угробив, к счастью. В общем не меняйте оттяжки на высоких радиомачтах без серьезных расчетов. Ну либо приглашайте меня, я поснимаю. Но вернемся к нашей радиомачте. Она в куда более приличном состоянии, чем бывшая польская рекордсменка. Заметно, что за ней следят и вовремя красят. Ну и я никого не удивлю тем, что ее полюбили руферы и бейс-джамперы. Первые это те, что любят забираться повыше, но вторые еще и парашют с собой берут. Сами знаете для чего. Насчет доступности. Насколько мне удалось выяснить, периметр типа забор не идеален и преодолим. Далее сторожка и колючая проволока непосредственно у самой радиомачты. На двух уровнях поставлены ревунны с датчиками и снова колючая проволока. Впрочем, если экстремал поставил себе цель скраптаться, то такая ерунда, сами понимаете, не аргумент. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Будет еще много видео об интересных, необычных, загадочных и красивых местах. Подписывайтесь. До скорых встреч!